Максимально открывается своей красотой территория, когда подходишь к береговой линии. Мне нравится, что в этом отеле посажены эвкалипты, здесь прямо есть аллея, аромат, прям как будто открываешь баночку с эфирным маслом. Подогрев в бассейнах, что на улице, что в помещении работают только с ноября по марту. Обращались крачу, сказали, что это сезонный грипп такой ходит. Мне кажется, ничего лишнего говорить не нужно, достаточно будет просто посмотреть и вы сами все поймете, да? А больше новых обзоров про отели Турции и Египта смотрите в плейлистах нашего канала. В этот отель однозначно хочется вернуться, потому что здесь своеобразный уют, тишина, пение птиц, ароматы хвойных растений и это, наверное, не забывается. Для меня это то, что придает вот эту особую атмосферу. По ходу, как вы двигаетесь относительно центральной аллеи, растут апельсиновые деревья, лимончики, мандаринки. Сейчас немного уже густота плодов опустела. Или кто-то украл. Или кто-то съел, кому не хватило, да? Если вас интересует индивидуальный трансфер в Турции из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт, обращайтесь по телефону, который видите на экране. На выходе из аэропорта вас встретит водитель с табличкой, поможет поднести багаж и в удобстве со сладостями и напитками. Если понадобится с детскими креслами, вы быстро и комфортно доедете в свой отель. А цены на нужный вам регион и отзывы туристов, которые уже успели воспользоваться данной услугой, вы найдете в описании под каждом видео. Очень пейзажно выглядят виды, когда отдыхаете в бассейне, вот такие виды на горы, на сосны. И рядом находится, кстати, спа, то есть вот где вот это открытое помещение. Практически можно прийти буквально и в бассейн, кстати, в спа, бесплатно хамам, баня. Плюс в том, что в крытом бассейне он меньше чуть-чуть 90 метров, это 120, кстати, он тоже с подогревом. Ну, повторюсь, подогрев в бассейнах, что на улице, что в спа, в помещении, работает только с ноября по марту, то есть с апреля, словно там, по конец октября подогрев не работает. Ну, в принципе, он не нужен, посмотрел, он не сильно глубокий, кстати. 1,40 метра глубина в бассейне, водичка достаточно теплая на ощупь, многие купаются, прямо выходят в халатах и достаточно комфортно. Ну, где-то температура, я думаю, что градусов 25 примерно. Вот, я не знаю, в принципе, комфортно, поэтому это очень большой плюс, кто спрашивает, есть ли бассейн с подогревом еще и открытый, в этом отеле он есть, и это реально фишка. А вы уже приобретали тур у нас? Если нет, то пишите. Вайбер, ватсап и телеграм Андрей всегда на связи. И опция самых лучших цен доступна для наших подписчиков, и неважно, из какого вы города Украины. Уютная, но для меня в целом компактная территория, где находятся бассейны. Да, их здесь расположено несколько. Вот этот большой бассейн, он 800 квадратных метров, достаточно большой. И есть для детей. Да, взрослый бассейн, будем так называть, метр сорок, детский, пятьдесят сантиметров. А в этой части у нас расположены три водные горки, работают они... В зависимости от погодных условий. Да, вот это вот, прям так и оговорено. Два раза в день, с 10 до 12, и с 15.00 до 17.30. В этой части еще расположен бар. Можно подплыть, взять для себя коктейли. Я думаю, летом здесь будет весьма комфортно. С правой стороны шезлонги террасами расположены. Тоже, я считаю, что очень неплохо продумано. Мне нравится, что в этом отеле посажены эвкалипты. Здесь прямо есть аллея. И достаточно такой, знаете, сильный аромат. Прям как будто открываешь баночку с эфирным маслом. Мы часто здесь в обед выкачиваем Андрюшу. Здесь такая тишина. Но думаю, летом, конечно, здесь будет более шумно, потому что бассейны тут расположены. Заказать экскурсии в Турции из любого региона дешевле, чем у гида в отеле, да еще и со скидкой 5% по промокоду КВСТВОЯЖ. Вы можете, перейдя по ссылке в описании под каждым видео. Не забудьте сказать КВСТВОЯЖ, чтобы получить скидку. Удачи вам и хороших путешествий. Мне еще показалось, что здесь неплохо. И я достаточно видел много на колясках. То есть люди с ограниченными возможностями. Здесь все очень хорошо продумано. И территория идет ровная, без особых каких-то уклонов. И в принципе она компактная, поэтому отель можно в целом рекомендовать. Я думаю, он будет весьма удобен. Поэтому тоже имейте ввиду, с животными здесь в отличие от Лима Климра нельзя. Хотя коты по территории есть достаточно много. Также кто с коляской, к примеру, не захотел брать с собой колясочку, вы можете на ресепшн оформить без проблем 2 евро в день, по-моему, колясочка по запросу. Также есть детские кроватки, они бесплатные. Вот посмотрите, вот красота. Вот эти форы, да? Просто супер. Максимально открывается своей красотой территория, когда подходишь к береговой линии и детской площадке. В этой части свободное такое пространство. Сейчас молоденький, ярко-салатовый газон. Позади меня горы, ну просто очень красиво. Давайте подойдем сначала на детскую площадку, покажу, что там есть. Если сравнивать площадку с отелем, например, Лима Климра, в котором мы были до этого, то могу сказать, что там более разнообразно. Там немножко, кажется, новее оборудование на детской площадке. Но в целом здесь тоже все продумано очень хорошо. Здесь продуманы тенты для летнего периода. Вот так по кнопочке все открывается. Два входа в детскую площадку. Мне нравится, что здесь присутствует, знаете, такое вот разнообразие, именно то, которое любят детки. Вот такие шарики. Два входа в детскую площадку. Два входа в детскую площадку. Два входа в детской площадке. Два входа в детскую площадку. Такой небольшой маленький лабиринтик с горками, две основные горочки, ну и вот такой мини-замочек, если его можно так назвать. Еще наш Андрюша очень полюбил тоннель здесь есть, очень удобно здесь играть в прятки. Еще в зимний период для меня, ну таким минусом я бы сказала, является то, что все очень влажное, за счет конденсата дождя не было, а вот все равно горки все мокрые. И чтобы добраться с ребенком к детской площадке, нужно брать либо полотенце с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Как тебе вообще детская площадка? Вот у нас же уже появился ребенок, мы уже можем сказать, с точки зрения родителя. В принципе, для маленького нормально, а если мне не понравилось, что постоянно роса. Вот это я тоже сказала, да. Да, даже если и дождя нет, то горки мокрые фактически до вечера. Я бы, скажем так, на месте, кто здесь этим всем занимается, протирал бы просто горки. Да, чтобы это как бы не так времени много займет, где горки всех несчастных больших. Да, я бы тоже так делала. Да, абсолютно. Ну, конечно, мне кажется, это немножко маловато. Закрыт. Снова закрыт. Это нужно открыто быть. Ну, вот так. Ну, сейчас нужно на свежем воздухе больше находиться. Это да. Потому что в зимний период ходят здесь такие, знаете, систематические эпидемии. Да, вот как раз мы попали под раздачу. С Лима Климра приехали заболевшие, и там проболели практически весь отдых. Обращались к врачу, сказали, что это сезонный грипп такой ходит, достаточно сложный, который мы переносили не проще, чем в ковид. Ну, что, движемся к пляжу? Да, движемся к пляжу, и начнем обзор, наверное, с небольших беседочек, которые в зимний период бесплатные. Ну, а в летнее время они стоят до 100. То есть, на них делошего. 90 евро, ребятки. Вот так-то. 90 евро стоит. Вот такая белоснежная красавица. Мне можно расслабиться, отдохнуть. Если вы хотите узнавать самые свежие новости про отели Турции и Египта, присоединяйтесь на наш форум туриста в Айбере, где уже более 16 тысяч человек. Каждый день люди выкладывают свежие отзывы про отели, фотографии, видео, информацию про сервис, питание, инфраструктуру и номера. Я думаю, информация будет вам полезна. Ссылку на форум туристов вы найдете в описании под каждым видео. Добро пожаловать! Когда подходишь к бару, создается уже ощущение какого-то праздника, потому что белоснежные тона все-таки оставляют, вы знаете, заметочку в голове и напоминают мне даже чем-то маленьким. Вот не знаю почему. Как мне показалось, максимально комфортный заход в море именно в этой части, то есть если стоять лицом по правую сторону от бара. Потому что в этой части присутствует большая степень песочек, перемешка с мелкими камешками. Заход примерно до колена комфортный. Дальше вот это очень крупные камни. На противоположной стороне там идут сразу такие вот достаточно большие булыжники, что, как мне кажется, будет не совсем удобно, если вы приезжаете с детками. Конечно же, красивые виды вам обеспечены. Горы, пальмы, сосны. Все продумано. В этой части расположены максимально все вот эти беседочки платные, о которых мы с вами уже поговорили. И бар находится по центру. Сейчас зайдем, посмотрим. Очень красивый, белоснежный. Виды изумительные. Хочется сидеть, отдыхать. Тенистая крыша. Когда проходишь немного дальше, открываются неимоверно пейзажные виды, горы, которые расположены максимально близко к нашему отелю. Просто, вот знаете, переносит у тебя в какую-то сказку. Давайте посмотрим. Очень красиво. Вот просто посмотрите. Мне кажется, ничего лишнего говорить не нужно. Достаточно будет просто посмотреть, и вы сами все поймете, да? Заходим такой. Ты видишь, галька такая крупненькая тоже попадается. Поэтому, так, вроде бы с краю нормально, с детками, видела, бегают. А чуть дальше все-таки такая, покрупнее галька. Ну, в общем-то, ничего. Попомога, конечно, просто песня. И, я не знаю, хочется просто скупаться сейчас, залезть. Ну, если вы дети купаются, маленькие, то сегодня, наверное, один из самых теплых дней. Вот и вчера был, наверное, да? Когда вот прям я стою, мне жарко. То есть, пляж получается 200 метров примерно протяженность пляжа. Небольшой, небольшой пляж. Вот, есть понтон один, есть понтон другой. В принципе, тут между понтонами можно плавать. И здесь, условно, между понтонами можно плавать. Вторая часть береговой линии. Пляж разделен баром. Ну, это весьма удобно, мне кажется. Вот так по центру его поставили, совсем недалеко ходить. Хотя официанты курсируют, предлагают напитки. И здесь тоже можно взять для себя безалкогольные напитки, коктейли разные вкусные. Куфель, верноводие. Конечно, природа в этом отеле, вы знаете, наверное, из 10, вот все 10 я бы дала. Бар чуть попозже видео сниму. Санцентр называется. Да, и ближе, наверное, к 3, к 4, вот тогда, знаете, более приятное, комфортное освещение. Но обязательно мы посмотрим. Обзорчик поближе. Санцентр называется. По территории вот наслаждаться этой атмосферой. Вот, все здесь, как-то, знаете, учтено. Если вы не хотите загорать на пляже, можно перебраться вот так вот на газон, поставить шезлонги. В тени деревьев расслабиться. В летний период листики на деревьях появятся. Играют, сейчас даже подойдут в бочи играют, да? Да, да, в бочи играют. То есть, в принципе, анимация проводится. Это достаточно, я считаю, хорошо. Для зимы тогда все-таки и детская анимация проводится, и взрослая. Вечером дискотеки и детские. Потом вечерняя шоу-программа для взрослых. Разнообразная. Есть тут и певцы приезжают, приглашают. И песенные, и танцевальные. То есть, ну, здорово. Разнообразная, живая музыка, пианино играет. Вообще, конечно, здесь летом, я просто уверен в этом, будет не жарко сильно. Потому что ты в лесу находишься, ты фактически идешь до моря, да? Фактически, то есть, в тени всегда. Да, да, за счет соснового леса. В этом плане, конечно, очень большой плюс. Потому что все мы знаем прекрасно, что происходит с температурой в Кемере, в том же, да? В Бельдиби, там, я не знаю, в июле, в августе. Это же просто там нереально жарко и влажно. Сложновато, да, будем так говорить. А сейчас не влажно, не жарко, прекрасно. Ну, давай покажи, там будет чуть-чуть. Да, да, я еще хотела, знаете, в это говорить, что все очень хорошо продумано относительно душа. Возле моря, вот рядышком находится. Выходите с зоны, где стоят шезлонги. И сразу вот так вот на газоне, можно посчитать даже, ну, вот, две, два душика стоит. Ну, и ножки можно там тоже сполоснуть. Ну, вот так, друзья, напишите в комментариях, заинтересовал ли вас отель. Если вы здесь уже были, напишите, пожалуйста, свой отзыв. Не забудьте написать, в какой период вы здесь отдыхали, было ли много людей. И напишите тоже минусы, какие вы для себя нашли. Потому что, в общем-то, я считаю, что это важно. Для нас, какие минусы здесь? Расскажи, что тебе вот не понравилось. Что-то такое категорическое вот было для сюда. Нет такого категорического вообще, нет такого, что тебе не понравилось, что-то прям. В общем, единственное, что я, как бы, котов бы немного. Котов, да. Ну, потому что есть люди, у кого, допустим, аллергия на котов, то их здесь перебор. Ну, вот есть такие моменты, когда ты садишься просто, да, и тебе там потом шерсти все штаны. Да, вот я сейчас это вам покажу. Поэтому вот эти вот моменты, как бы, немного напрягают. А так, в общем, если не заморачиваться, вообще не напрягает ничего. Кстати, отель, по-моему, он не маленький. Там около 80-80 тысяч квадратных метров. Вот, но здесь, я же говорю, пятиэтажное здание. Ну, в принципе, не огромное, нормального, скажем так, размера. Но все практически засажено деревьями. То есть ты находишься, фактически, в лесу. Тут сохранились, не знаю, сохранились все-все-все сосны. Вплоть даже, когда ты идешь в клуб, как он называется, Paloma Club, да? Да, Paloma. Вот там даже внутри, в баре растет сосну оставили. То есть они даже и здесь не трогали. Поэтому в этом плане, конечно, они молодцы. Природу они сохранили максимум, хотя уже столько времени прошло. Вот это, кстати, деревья Грената. По правой руке находятся поля для большого тенниса. Проходили тоже мандарины, апельсины проходили. Ну, вот, знаете, такое ощущение от отеля создается, как вот гуляешь постоянно по парку, по реликтовому парку. И, ну, правда, это для меня, это такая, знаете, галочка за, чтобы вернуться в этот отель. Для всех, кто любит Акино, образ жизни, проводите его в отелях Акино. Здесь есть баскетбольная площадка. Достаточно, скажем так, мне кажется, она даже профессиональная, полноценная, большая. Вот в таком красивом месте. Посмотрите, здесь сосен, просто прекрасно. Дальше мы сейчас покажем, есть мумут или пять, или шесть полей, скажем так, теннисных. Да, тенниса большого, да. Да, большого, просто прекрасно. Ну, я не знаю, написано, что платно, то есть ракетки платные. Освещение, понятно, что если вы вечером будете там, после того, как уже будет темно, вам включается свет, тоже платно, но днем здесь бесплатно. Но ракетки пишут, что платно. Хотя мы с Наташенькой подошли, ракетки в гости не лежат. А, ну, может быть, в зимний период, там прям на поле они лежат. Да, видимо, в зимний период здесь не заморачиваются. Да, очень лояльно. Что хотела еще вам показать, пройдем сейчас к теннисному корту. Вдоль вот такой апельсиновой небольшой рощи. Мне нравится, что частично территория находится в тени, за счет того, что сосны достаточно высокие. И получается, что вот так вот будет комфортно, по крайней мере, я думаю, до 12, так точно, в летний период. Будет комфортно играть. И, конечно же, красивые виды просто обеспечены. Восхищаюсь, просто восхищаюсь. Вот все время хожу и думаю, ну, какой еще сказать минус, какой сказать минус отеля. И помимо котов ничего не могу назвать. Хотя, когда делали обзор номера, я обратила внимание, что балкончики очень маленькие. И комплектация балконов, ну, скромноватая, за счет того, что всего один стул. Даже если вы берете family room, всего один стул. Поэтому учитывайте, кто любит там на балконе отдохнуть, расслабиться. Кстати, хочу оговорить нюанс, что при виллах имеется свой бассейн. То есть гости со всего отеля не имеют права плавать в этом бассейне. А тут тоже бар, кстати, имеется, чтобы далеко не бегать. Соответственно, баром тоже могут пользоваться только те люди, кто отдыхает в виллах. И что еще хочу отметить относительно room service. То есть 24 часа в сутки вам могут принести всякие там гамбургеры, картошечку фри. То есть такой мелкий какой-то перекус. Аммосфера возле этого бассейна очень классная. И сосны, и магнолии. И фикус. Апельсиновое дерево. Там прям, знаете, можно, если вы не наелись апельсинок. А вот три гамбургеры и фикусы. И фикусы, да. То есть, ну вот, красиво. Красиво все оформлено, красиво все сделано. И реновация все-таки коснулась прилегающей территории. Переделывали плитку, это видно. Наташа, когда бы в магнолии, получается, цвесли? Ну, как там в Грузии заставали магнолии? По-моему, осенью, весной. То есть они несколько раз в год они цвели. Будут пахнуть или не пахнуть? Ну, они не сильно как бы прям пахнут. Красиво будут, да? Ну, вид, красиво такие крупные, цветки большие. Поэтому пользуйтесь, летайте зимой. Если получится весной. Если не получится, то летом пропустите, потому что летом очень дорого. И жарко. Да. И начинается октября просто прекрасно. Для нас основная фишка, если нет людей, то это уже, наверное, 40% хорошего отдыха, да? Или как вот ты считаешь? Ну, не знаю. И вот из 100%, вот что для тебя, сколько процентов примерно занимает? Знаешь, мы когда были с тобой там в том же Риксосе, в Шарме, вот вроде бы еда там круче, все там круче, все там круче, только так куча людей. Да, уже нет. Ты просто приходишь, а допустим, хочется просто посидеть там, посмотри какой-то фильм, поработать в конце концов в том же ресторане. Мы сегодня с тобой, как мы с тобой пришли сегодня в начале, в самый конец ресторана, пошли, сели сами, и кого нет. Официант тихонечко подошла, а что вам там налить? Вот вообще все обслуживания для тебя. Ну, я не знаю, мне очень нравится, когда людей нет. Кто за, напишите в комментариях, кто против, тоже пишите, кто любит. Я много людей люблю. Ну, много людей, это сразу уже другого плана отдых, более тусовочный становится, более живая анимация становится. То есть тут как бы свои нюансы есть, да. Вот все-таки, если брать по 100% шкале, да, вот допустим, питание, возьмем, что немаловажно, возьмем, допустим, там расположение номера, качество вот этого всего, чтобы было новенькое, чистенькое. У нас, соответственно, и к ресторану это тоже, да, отнесем. И вот общая, как бы, атмосфера еще возьмем, отеля, ресторана, вот что у тебя, что самое важное? Ну, если учесть, что мы не были в Турции в хороших и дорогих отелях, да, это, можно сказать, один из самых таких наших, да, и дорогих, да, таких вот отелей. А то, не знаю, мне пока все нравится, я не знаю, к чему, как бы тут придраться. Ну, вот конец отдыха, я все-таки замечаю, знаешь, какой нюанс? Что? Все-таки не совсем чисто в ресторане. Вот первые разы я этого не замечала. А сейчас прихожу, я вижу, что там, где мы посидели за столиком, там где-то прилипло немножко какой-то, может быть, там сладкого компотика, и там это видно, что не вытернет до конца. Возможно, они сейчас немножко сократили персонал. Возможно, да. И ребята, там где должно быть три официанта, там он один, понимаешь? У нас из-за спины успевает, да. Вот, поэтому из-за чего этого немножко они расслабились еще, им тоже хочется отдыхать после летнего сезона. Да, конечно, люди работают, кстати, я узнала, как официант работает, у них неделю один выходной. Ну, тем более. То есть, и каждый день работают, это заплата, он сказал, у них 300-500 долларов, то есть официанта. Ну, каждый день наблюдают за твоим вот этим вот, которым там приклеилось, какая-то эта штука, понимаешь? Компотик отпечатывался, да? Да, они уже расслабились, уже все у них, уже они уже готовятся к следующему сезону. Ну, это опять-таки, почему, Андрей, так мы все воспринимаем, потому что мы не сильно придирчивые люди, да? В принципе, а еще придирался, как-то там раздил, что-то мне убрал, ну, можно, в принципе, сказать, если вы хотите. Кстати, я говорила, что у меня какой-то вечеринка, ну, смотри, люди приходят. Да, сегодня, кстати, сервируют у нас сейчас главный ресторан, нас, кстати, даже подгоняли, на полчаса раньше закончился обед, мы с мамой два раза даже за другой столик пересаживались, пересаживались, потому что они сервировали столы. Может, нового вопроса, сотрудников пригласили, которые здесь работают, половину, наверное, уже сократили, на не сезон. Думаешь, корпоративная вечеринка для сотрудников? Корпоративчик, может быть, да, поэтому сейчас пойдем на корпоративку. Пойдем на корпоративку. Продолжение следует...